Так, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня поводом для съемки видео стало нашумевшее заявление Джереми Буэнди о том, что... Или Буэнди, или как Буэнди, не знаю, как правильно будет его выговаривать, его имя, в общем, он чё сказал? Он заявил, что бодибилдинг был мертв 7 или 8 лет назад, а тут вдруг появились Мэнс Физик, появились Фитнес Бикини, и он ожил, Они оживили индустрию в целом, вот, и, по-моему, у человека просто корона на голову начала давить, и вот он начал заявлять такие вещи в полной несознанке, в помутнении рассудка, там, я не знаю, вот, и, в общем, на что получил соответствующую реакцию? И, блин, я не ожидал, но даже высказался Декстер Джейксон, это, в принципе, человек, которого очень сложно зацепить, и он не влазит в эти скандалы, но даже он высказался, блин, и я не выдержался, думаю, тоже надо что-то снять, блин, но... Меня прям Декстер вздохнул, вот, молодец! И я с Декстером полностью согласен, что Мэнс Физик и Фитнес Бикини, они никоим образом вообще на индустрию в целом не повлияли, потому что сам по себе бодибилдинг – это очень сложный спорт, он дорогостоящий, и не каждый им может заниматься. Так было, так будет и так останется. Но Мэнс Физик и Фитнес Бикини, на мой взгляд, они, как бы, с появлением этих категорий бодибилдинг просто охватил немного больше аудитории, потому что эта категория, скажем так, попроще, там и вложения тоже поменьше, ну, в общем, во всех смыслах он, как бы, ну, это не экстрим, и он гораздо дешевле, и поэтому, соответственно, больше людей способен охватить, ну, что и произошло, собственно. Просто стало заниматься этим больше любителей, профессионалов больше не стало. И эти категории никак не повлияли на бодибилдинг в целом, то есть постоянно к бодибилдингу было большое внимание, и люди, когда идут на фитнес-мероприятия, на такие вот, да, вещи посмотреть, они прежде всего идут смотреть не на фитнес-бикини, не на голые задницы, потому что голые задницы можно увидеть бабские и на пляже, и на улице, блин, где угодно, их полно, ходит по 150 баб на квадратный метр, но дело ведь не в этом, и дело не мэнс-физик, люди не идут смотреть на мэнс-физик, люди прежде всего идут смотреть на экстремальные бодибилдинги, они хотят увидеть того же, блин, условного роли Винклера, да, ну, я имею в виду сейчас, в общем, везде, где бы соревнования не проходили, то есть огромных, массивных, сухих атлетов, то есть они хотят увидеть экстремальные бодибилдинги, а не каких-то там обычных людей. взять, к примеру, ту же категорию классический бодибилдинг, я, кстати, не помню, как-то давно не интересовался, живая ли, кажется, живая еще эта категория, вот, но она не пользуется особой популярностью, потому что, ну, классический бодибилдинг, он, в принципе, нафиг никому не нужен. Всем подавай экстрим, и, знаете, может быть, такое не очень хорошее сравнение, но бодибилдинг, это можно сравнить, как скунс-камеры. Какие-то обычные люди вещи смотреть не хотят, им они неинтересны, им нужны какие-то такие, знаете, двух прям штуки, которые так просто на улице не увидишь, и бодибилдеров того же рули Винклера на улице ты каждый день тут не встретишь просто на посту, но нету таких людей, поэтому идут смотреть именно вот на диковинку, на такой, на экстрим, на экстремальный бодибилдинг, на что-то такое массивное, большое, серьезное, страшное, то, чего нет в повседневной жизни, то есть люди именно хотят вот это вот, они хотят зрелища, то есть хотят увидеть массивных атлетов. И дальше вставочка будет со спортфазы, вот, где Декстер высказывается по этому поводу, ну и Джереми Бунде, вот, тоже там мнение его будет, вот, поэтому посмотрите, как вы сделаете выводы какие-нибудь, да, поделитесь своим мнением обязательно, что вы об этом думаете, это же я лично вот думаю об этом вот так, надеюсь, я свою мысль донес, так что смотрим продолжение видео. Мэнс Физик воскресил бодибилдинг, бодибилдинг умирал 5, 6, 8 лет назад. С таким провокационным заявлением позавчера Джереми Буэнди вызвал просто-таки цунами в соцсетях. Шон Рэй, Декстер Джексон, Олива Младший и многие другие, но Джереми несло все дальше и дальше. Как его ставили на место и чем это все закончилось, смотрите сразу после короткой рекламы. Начнем с реакции Шона Рэя. Поливать дерьмом бодибилдинг, чтобы выставить физик и бикини более привлекательными? Зачем? Бодибилдинг это то, что открыло дверь, дало возможности всему, в том числе и тебе, давать это интервью. Хорошенько думай, прежде чем что-то сказать, ведь на тебя смотрит весь мир. Что бы ты ни имел в виду, но звучало это так, как будто вы лучше, чем все остальные. Некоторые про-бодибилдеры были недовольны моим постом, там, где я сказал о том, что мэнс физик, бикини, классик физик возродили наш спорт. Я имел в виду, что 5-8 лет назад шоу и близко не были такими большими, как сейчас. Спорт не развивался так, как сейчас. Если бодибилдинг был таким уж самодостаточным, зачем вообще тогда создавались новые категории? Классик физик, мэнс физик? Потому что бодибилдинг сам не справлялся тогда. А сейчас индустрия развивается очень-очень быстро. По словам одного про-бодибилдера, несколько мистеров Олимпи очень огорчены моим заявлением. Но если смотреть правде в глаза, индустрия стала мейнстримом и развивается так, как никогда. И это факт. Сколько же дерьма было вылито сегодня в соцсетях о нашем спорте. Некоторые атлеты, мэнс физик говорят о том, что если бы не они, то бодибилдинг бы был мертв. Мертв. Меня сегодня просто засыпали сообщениями, чтобы я сказал свое слово. Обычно я не влажу в это все, у меня нет времени на это дерьмо. Это ниже меня. Но когда кто-то начинает нести настолько безрассудную чушь, говорит о том, о чем понятия не имеет, тогда мне все-таки придется что-то сказать. Понимаете, о чем я? Один из крестных отцов этого спорта. На моих глазах люди приходили и уходили. А теперь давайте вернемся к этим комментариям. Они сказали, что бикини и физик вернули индустрию к жизни и снова сделали ее мейнстримом. Мейнстрим? Серьезно? Тогда почему мы не видим бодибилдинг по ESPN? Или себе спорт? Бодибилдинг нифига не мертв, и он никуда не денется. Мы всегда будем главной начинкой. И гарниром. И десертом. Этой индустрии. Если бодибилдинг умирает, почему тогда наши призовые растут с каждым годом, а ваши деньги не меняются? Да, аматоры делают статистику, с этим я соглашусь. Без сомнений. Бикини, физик, вы просто разрываете цифрами среди любителей. Я сам проморда, так что спасибо вам за это. Не надо перекручивать. Просто потому, что у вас хорошая статистика по любителям, не значит, что и среди про у вас хорошие цифры. Вы понимаете? Послушайте и подумайте о том, что я вам говорю. Джим Мэннин создал эти категории. Эти категории были бы успешными с вами или без вас, тех людей, которые несут эту чушь сейчас. Поверьте. Эти мэнс-физики, которые говорят вред, эта индустрия развивалась бы с вами или без вас. Понимаете? Ты видел, какие мы толпы людей приводим на Экспо? Это мы приводим всех этих людей. Мы должны получать такие же деньги, как и билдеры. Давайте-ка я отвечу малышу, который сказал это. Я выступал на Арнольде и на Олимпе и на Экспо 25 лет. И всегда было так. Знаешь, что это значит? Это не из-за вас и не из-за бикини. Всегда было так людно. Не из-за вас, дружок. Мне это порвало просто. Короче, я просто хотел прояснить ситуацию для тех, кто видел все эти посты и комментарии. Просто хотел вам напомнить, что всегда есть две стороны медали. Возможно, я подобрал не то слово, сказав, что бодибилдинг умирал 7-8 лет назад. Но бодибилдинг нуждался в возрождении. Ни разу и нигде я не говорил, что я сам собственными руками перестроил нашу индустрию. Это не то, что я пытаюсь сказать. Я имел в виду всю категорию мэнс-физики. Мое противостояние с Адиком несколько лет назад, это было одно из главных событий индустрии. Мы часть бодибилдинга, нравится вам это или нет. А если вы будете сидеть и обвинять меня в том, что я там заносчивый или еще там что-то, не в этом дело. Вы можете тренироваться и делать все настолько жестко, как хотите. Я уважаю это. Но в конечном итоге, если вы воспринимаете это как карьеру, то нужно думать о том, как монетизировать это. А соцсети и трендовые категории, как классик физик и мэнс-физик, мы растем. Основная масса людей хочет видеть их. И спонсоры идут к ним, потому что с ними легче работать по маркетингу. Я ничего не имею против фриков. Мне нравится. Я восхищаюсь тем, что вы выжимаете со своего тела. Это круто. Когда я смотрю на Фила или на Рами, я смотрю на них и думаю, черт возьми, это невероятно. Но это не исключает того факта, что категории мэнс-физик, классик физик и бикини имеют главную роль в развитии нашей индустрии за последние пять лет. Перестаньте так узко думать, перестаньте вставать в защитную позу от того, что я говорю и признайте уже, что возможностей стало гораздо больше. Мы должны быть благодарны за то, что живем в эпоху соцсетей, которые позволяют нам это делать. Ни в коей мере я не пытался занизить заслуг бодибилдеров. Я просто пытался открыть вам глаза, что у вас гораздо больше потенциала. В общем, я извиняюсь, если кого-то обидел. Такой цели у меня не было. Я люблю этот спорт.